Несмотря на то, что платформа AMD M3 Plus появилась довольно давно, процессоры серии FX по-прежнему в строю и каждый год их линейка обновляется, следовательно, материнские платы на этой платформе все еще актуальны. Последний чипсет FX990 появился еще в 2011 году, следовательно, у производителей материнских плат было достаточно времени на то, чтобы отшлифовать свою продукцию, а учитывая конфигурации последних представителей FX, современные материнские платы на платформе M3 Plus выглядят как самые настоящие монстры, вроде Gigabyte 990 FXA UD3, о которой мы сегодня и поговорим. Это полноразмерная материнская плата FormFactor ATX, выполненная в темных тонах. Построена она на базе двух микросхем системной логики FX990 и SB950, прикрытых габаритными радиаторами. Северный мост отвечает за графические слоты стандарта PCI-Express 2.0, слоты USB 3.0 и пару интерфейсов SATA 2. Остальные интерфейсы контроллеры реализованы на базе микросхемы южного моста SB950, в частности, оставшиеся два контроллера слота PCI-Express 2.0 и старый добрый PCI для подключения карт расширения, шесть портов SATA 3 и куча гребенок для реализации дополнительных портов вроде USB или COM. Звук обеспечивает чип Realtek ALC889, который поддерживает восемь каналов и SPDIF интерфейс. Подключение по локальной сети обеспечивает гигабитный контроллер Realtek RTL8111E. Панель интерфейсов слегка непривычной конфигурации. На нее выведены шесть портов USB 2.0, пара USB 3.0, PSN2, цифровой SPDIF, гигабитный LAN-порт и шесть аудиогнезд. На месте, где мы привыкли видеть видеопорты, расположились два комбинированных слота ESATA USB 2.0 и интерфейс FireWire. Процессоры серии FX довольно требовательны к системе питания, поэтому инженеры Gigabyte позаботились о ее надежности. Силовая цепь насчитывает 10 фаз и набрана из высококачественных элементов. Восемь фаз питают центральный процессор, оставшиеся две отведены системной логике. Цифровой шим-контроллер, отвечающий за работу преобразователя, работает по фазовой схеме 4 плюс 1, следовательно, без удвоения фаз не обошлось. Учитывая горячую натуру восьмиядерных чипов серии FX, такое решение весьма удачно, поскольку удвоение фаз снижает нагрузку на транзисторы, следовательно, они меньше греются. Радиаторы VRM-зоны хоть и смотрятся внушительно, но со своими обязанностями справляются не всегда на отлично. Для процессоров с теплопакетом до 95 ватт их за глаза хватит, но с топовыми восьмиядерными чипами им придется нелегко, особенно при разгоне. Так что не лишним будет позаботиться о хорошем обдуве этой зоны. Кстати, когда я говорю о топовых чипах, я имею в виду процессоры с теплопакетом до 125 ватт, потому как для 220-ваттных монстров AMD этого года понадобятся пушки побольше. Слоты оперативной памяти можно установить до четырех модулей типа DDR3 в двухканальном режиме общим объемом до 32 ГБ. Заявлена поддержка частоты до 2000 МГц, но в нашем случае планки заработали на 2133 МГц. На базе платы мы собрали открытый стенд. В качестве центрального процессора выступил флагман прошлого года — восьмиядерный AMD FX8370. Проблем с установкой и запуском системы не возникло, но BIOS слегка разочаровал. Почему-то компания Gigabyte все еще не сделала для платформы AMD красивый анимированный интерфейс управляющего микрокодом. Но, тем не менее, меню очень обширное и по функциональности ничем не уступает современным прошивкам. Стоит отметить серьезный подход разработчиков к настройкам системы питания и оперативной памяти, что определенно понравится энтузиастам. На номинальных настройках система работает стабильно, плата адекватно подбирает напряжение, радиаторы не перегреваются. Память без проблем завелась на частоте 2133 МГц и прекрасно себе работала, а слот PCI-Express 2.0, вопреки форумным мнениям, никак не замедляет работу флагманской видеокарты. Устаревший чипсет прекрасно работает с вердотельными накопителями и объемными жесткими дисками. Среди фирменного ПО, поставляемая с платой, стоит отметить утилиту EZ-TN6, способную на лету разгонять систему вручную или автоматически. Правда, последний способ потребует перезагрузки. Исследуя разгонный потенциал платы, мне удалось поднять частоту стендового процессора с 4000 до 4600 МГц. При этом система работала стабильно, однако даже в условиях открытого стенда радиаторы силовой цепи ощутимы нагрелись. Поэтому, повторю слова о необходимости дополнительного обдува этой зоны. В общем, J990 FXA UD3 хорошая основа для сборки мощной игровой или вычислительной машины. Несмотря на свою ценовую категорию, она может похвастаться надежностью, хорошим разгонным потенциалом и несколькими приятными мелочами, вроде кучи USB, Dual BIOS или FireWire. Субтитры создавал DimaTorzok